МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старый Бобруйск имеет свой собственный характер и атмосферу. Прогулка по улицам старого города принесет вам немало впечатлений. Это не просто место, это вдохновение. Живое воплощение истории. Здесь можно увидеть здание с красивыми фасадами, украшенными колоннами, лепниной и другими декоративными элементами. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу Старый город. И я приглашаю вас совершить небольшой променад по его улицам. Сегодня наш рассказ о том, кто строил и жил в доме по адресу улица Бахарова, 57. В 1909 году бобруйская мещанка Хася Мнушкина берет суду для завершения строительства двухэтажного дома на углу улиц Пушкинской и Шоссейной. Сегодня это улица Бахарова. А вот уже в следующем 1910 году Хася Мейровна Мнушкина вместе со своим компаньоном Давидом Исааковичем Несенбаумом пишет прошение в Минское губенское управление об открытии на первом этаже здания электротеатра для кинематографических представлений. Электростанции в это время еще не было. И для своего театра хозяин покупает автономную дизельную электроустановку, экран, проектор, а также мебель и другое необходимое оборудование. Еще два электротеатра, весь мир и гигант находятся в самом центре города, а на улице Шоссейной, на очень оживленной улице в юго-западной части города появляется новый электротеатр – Эден. Хозяева кинематографических заведений даже не помышляли о том, чтобы иметь собственные оригинальные названия. Они их копировали у столичных или заграничных. Название «Эден» красовалось на здание электротеатра в Минске, как, впрочем, и гигант. О картинах, которые можно было посмотреть в электротеатре, сообщали афиши и первые полосы газет. Крутили в первую очередь новинки кинематографа. В марте 1912 года газета «Бобруйские отклики» сообщала в одном из объявлений, что в «Иллюзионе Эден» можно увидеть историческую драму «Осада Кале» и комедию «Мечты Прэнса». В эпоху немого кино сеансы сопровождались игрой пианистам, а для привлечения публики Мнушкины приглашали и гастролирующих музыкантов. Сверхпрограммы – гастроли знаменитой итальянской симфонической капеллы малолетних феноменальных виртуозов. Топер. С французского «хлопать, стучать». Во второй половине XIX – начала XX века музыкант, преимущественно пианист, сопровождающий своим исполнением танцы на вечерах, балах, впоследствии немые фильмы. Название профессии произошло от манеры исполнения, так как зачастую в наличии имелось лишь пианино низкого качества, на котором приходилось играть буквально стуча по клавишам. После появления звукового кино необходимость в наличии топеров отпала, и к 1930-м годам они практически исчезли. В наше время с возрождением интереса к старым фильмам в качестве эксперимента некоторые музыканты возрождают искусство топера. Интересно, но факт. Ведь стоимость билетов незначительно отличалась от тех, кто сидел в первых рядах на венских стульях, а тех, кто находился подальше от экрана и сидел на скамейках. А еще любопытно, что в 1913 году хозяева решили поменять название. И вместо «Эден» электротеатр стал называться «Художественный». И неизвестно, что повлияло на выбор названия. Возможно, хозяев или компаньонов привлекло название электротеатр «Художественный» в Москве. Электротеатры продолжали работать и после революции 1917 года, и в условиях оккупации города польскими и немецкими войсками. 1 января 1918 года художественный предлагает своему зрителю захватывающую уголовную драму. Бандиты, шайки, мертвой головы, а в заключении веселую комедию. Дядюшка флиртует, об этом писал Бобруйский голос. Кстати, сеансы начинались в 5 часов вечера, а по будням на час позже. В годы НЭПа многие коммунальные здания, в том числе и кинотеатры, сдавались в аренду частным лицам. НЭП или новая экономическая политика – это этап в истории СССР, когда большевики частично вернули право на частную собственность и свободную торговлю. Это шло вразрез с коммунистической идеологией, но помогло большевикам удержать власть. НЭП начался в 1921-м и завершился к 1929-му году, но некоторые исследователи продляют его до 1931-го года. В самом начале 1920-х годов, как раз в годы НЭПа, арендатором этого заведения считается, между прочим, муж Хаси Мордуховны, Шлиома Мейрович Мнушкин. И вот в то время он был еще арендатором, а в 1926-м году с ним был расторгнут договор аренды, и он должен был вернуть государству все имущество, в том числе скамейки, венские стулья, люстра, фианино, Теодор Беттинг, экран, буфетную стойку. Все-все. Но знаете, что при передаче все-таки возникла недостача. В лето кануло 18 венских стульев и плюшевый дверной портьер. После ремонта здания в Бобруйске открылся кинотеатр «Пролетарий». Предвоенная фотография из фондов Бобруйского краеведческого музея позволяет увидеть сохранившиеся на тот момент элементы декора начала 20 века – кронштейны, фонарей и балконы. В начале 1990-х годов «Пролетарий» закрывается. Сегодня здесь частично располагаются жилые помещения. Часть помещений пустует, но однозначно одно, что дом уже не является центром культурной жизни и улицы Бахарова и ее окрестностей. Старый город интересен своими неповторимыми домами. Они его душа и хранят в себе память о тех, кто был рожден и жил в них. Память о человеческих судьбах, о счастье и любви, о боли, об одиночестве и скуке. Все помнят стены этих домов. Каждая судьба оставляла на них свои отпечатки. И со временем дома обрели души. Бобруськ – любимый город. А почему? Родной. Потому что здесь все. Здесь я родилась, здесь я выросла, здесь я работаю, здесь живу. Семья, друзья, любимые улицы. Чистый, гостеприимный, нравится наш город. Вообще я люблю. И даже если мне куда-то предлагают куда-то поехать, я говорю, у меня и здесь хорошо. Бобруськ – это город, в который можно влюбиться с первого взгляда. Мой родной город. Люблю его. Бобруськ, в котором можно влюбиться с первого взгляда. Это точно. Это я знаю по себе. В Бобруське есть все, что посмотреть и где погулять. Внешний облик старого города постепенно обновляется. Бобруйский краеведческий музей проводит масштабную исследовательскую работу для демонстрации туристического потенциала города на Березине. В планах – разработка специального экскурсионного маршрута по его историческому центру, мобильного приложения и QR-коды. Они помогут гостям города сориентироваться в потоке информации о каждом доме, который пронизан историко-культурной ценностью. Уважаемые друзья, если вы устали от привычного маршрута «Дом, работа, дом», то программа «Старый город» приглашает вас каждый понедельник совершить необычную прогулку. Мы очень постараемся буквально за несколько минут рассказать вам о нашем старом городе. Он точно хранит еще для вас пару нерассказанных легенд и нераскрытых тайн.